Прежде чем мы сегодня перейдем к обзору Оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан Я бы хотел от души поблагодарить всех, кто вчера в воскресенье поздравил меня с днем рождения Это действительно оказалось какое-то совершенно фантастическое количество людей Спасибо всем День был, сами понимаете, праздничный Велопробег, всевозможные концерты, которые в честь этого великого праздника устроила наша мэрия Ну, жаль, конечно, что не было салюта, но, сами понимаете, экономия Оперативное совещание в правительстве Республики на этой неделе было необычайно длинным Судя по всему, Хабиров решил компенсировать отсутствие оперативки в предыдущую неделю Но особенно длинным было вступление к оперативному совещанию Оно было, собственно, больше, чем само совещание Вот посмотрите, 48 минут Хабиров всячески рассыпался в похвалах самому себе И рассказывал, как он замечательно проводит это лето А оставшееся время 37 минут были посвящены насущным вопросам региона Хабиров отметил отдельно, что 1 июня вся страна отмечала День защиты детей Уфа особенно ярко отметила этот светлый праздник На сцене парка Ватан пела и плясала Ольга Бузова в наряде стриптизерши из богомерзкого Лас-Вегаса Своим примером, видимо, показывая детишкам, как не надо одеваться в абсолютно духовной Российской Федерации Ну, собственно, это событие всколыхнуло нашу духовную общественность в Российской Федерации В том числе за пределами Республики Башкортостан Уже Мизулина опубликовала гневную отповедь Бузовой Сравнив выступление Бузовой с голой вечеринкой Ивлеевой Не остались в стороне и активисты среди депутатов Башкортостана Например, Рустем Ахмадинуров Не увидел тонкого замысла организаторов в том, чтобы продемонстрировать детишкам, как не нужно одеваться А воспринял все абсолютно буквально, ну, как он обычно все и делает Депутат Ахмадинуров возбудился, возмутился нарядами Бузовой И, в общем, потребовал привлечь всех к ответу Также во вступительном слове Хабиров с гордостью сообщил, что по мнению Агентства стратегических инициатив Российской Федерации Башкортостан занимает 12 место из 89 возможных по качеству жизни Хабиров отдельно подчеркнул, что это некий какой-то сложный интегральный индекс, который высчитывается очень умными людьми И вот эти люди, сидящие в основном, конечно, в пределах Московской кольцевой дороги Они вот сделали вывод, что Башкортостан аж 12 место в России занимает Осталось, конечно, наверное, услышать мнение самих жителей Башкортостана Насколько они довольны уровнем жизни в республике, довольны управлением этой республики и так далее Но это не особенно интересует Ради Фаридовича, потому что ему рейтинг оси ближе и милее его душе Помянул Хабиров в своем вступительном слове и увеселительные мероприятия, посещение которых Изрядно скрасило прошлую неделю главы республики Башкортостан Особенно позабавила статистика, например, Китаб-Байрама Амина Шафикова рассказала, что на форуме Китаб-Байраме шла очень бойкая торговля книгами Амина Ивниевна утверждает, что посетителей этого второго Китаб-Байрама Было на этот раз 173 тысячи человек И они приобрели в общей сложности 73 тысячи книг На общую сумму, по утверждению Шафиковой, аж 8,8 миллиона рублей Ну, несложный подсчет показывает, что средняя цена книги на Китаб-Байраме составила 120 рублей Ну, теперь, дорогие телезрители, как говорится, зайдите в ближайший книжный магазин Маловероятно, что вам попадется хоть сколько-нибудь приличная книга дешевле 400-500 рублей А иной раз, особенно актуальные издания, нынче стоят и тысячу рублей Так что Амина Ивниевна, судя по всему, цифры, которые она влила в уши дорогого Ради Фаритовича Взяла непосредственно с потолка собственного министерского кабинета Иного объяснения подобной статистики я не нахожу Далее Хабиров упомянул и свою поездку в Узбекистан Назвав башкирско-узбекское сотрудничество точкой взаимного роста Похоже, в сознании Хабирова Узбекистан окончательно замещает Казахстан Который был той самой точкой взаимного роста буквально годик-полтора назад Теперь все надежды исключительно на могучий Узбекистан Лишь бы, как говорится, не подвел А то с казахами как-то нехорошо получилось Сколько кумыса, вискаря и прочих лакомств туда было отвезено, слито, залито и выпито Но толку никакого В самый ответственный момент китайские и британские собственники крупнейших казахских предприятий Как говорится, перекрыли кислород братской дружбе Ну вот теперь есть опасения, что то же самое может случиться и с башкирско-узбекской дружбой Потому что, ну, общеизвестно, что в принципе Узбекистан и ряд других среднеазиатских республик Находятся под плотной опекой и практически контролем В первую очередь китайского бизнеса и китайской экономики Теперь Хабиров клянется, что уже через год башкирско-узбекское сотрудничество даст вещественные плоды И, как он сам же метко выразился, будет что потрогать Ну что ж, подождем, увидим, глядишь, что-нибудь и потрогаем Ответственным, кстати, за грядущее прикосновение к плодам сотрудничества Узбекистана и Башкортостана Назначен Александр Шильдяев Ну, заранее выражаем ему наше сочувствие И, как говорится, сочувствуем ему и его печени Только было, Хабиров решил перейти от своего затянувшегося вступления к текущей повестке Как Константин Борисович Толкачев жалобно в полголоса попросил у него слово Хабиров разрешил Толкачеву чего-нибудь сказать И Толкачев сделал неожиданно, прямо скажем, такое объявление Он заявил, что госсобрание, которому он, как известно, заведует Окончательно утвердило дату проведения выборов в республике Башкортостан Выборов главы региона И, как это ни удивительно, это будет то самое 8 сентября Хабиров с кислой миной выслушал краткое сообщение Толкачева И, в свою очередь, потребовал от глав муниципалитетов, чтобы в тех муниципалитетах, где 8 сентября будут еще и выборы в местные советы Без исключения во всех этих муниципалитетах в советы были избраны ветераны специальной военной операции Ну, это такая сейчас, в общем-то, общая ситуация по стране Кстати говоря, в Москве подобная инициатива с треском провалилась Даже выдвинутые единой Россией кандидаты, ветераны, вернувшиеся с специальной военной операции Не прошли на праймерис, значит, дальше на выборы То есть, как-то почему-то даже внутри партии власти не сложилась вот эта вот концепция Хабиров, вопреки этому печальному московскому опыту, теперь пытается эту ситуацию смоделировать в республике Ну, тут еще раз повторюсь, поживем, увидим, посмотрим, сколько ветеранов специальной военной операции В каком качестве и какого качества, собственно, сами они будут, как депутаты муниципалитетов, окажутся в этих теплых креслах Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, помогать нашему каналу материально Мы действительно живем очень непростой жизнью Все мы, и вы, и мы, и наш канал, и каждый из наших зрителей и подписчиков Но только вместе мы сможем что-то сдвинуть, что-то изменить, что-то поправить А если вы хотите, чтобы мы и дальше существовали, то помогайте нашему каналу Сделать это можно единственно доступным способом, через расчетный счет, который мы вам показываем Также вы можете его найти в описании под любым видео на нашем канале Всех, кто помогает нашему каналу, я обоснованно считаю нашими единомышленниками, помощниками и соратниками Так что заранее вам большое спасибо Как бы Хабирову не хотелось все дальше и дальше, больше и больше рассказывать о том, какой он классный, веселый и гостеприимный Но все-таки пришлось перейти к скучной текущей повестке совещания Во первых строках министр ЖКХ Ирина Александровна Голованова доложила о том, что в ЖКХ более или менее все спокойно Всего семь крупных аварий случилось за минувшую неделю, а также 54 так называемых технических инцидентов Все они, кстати говоря, произошли в Уфе У Ирины Александровны на полях ЖКХ трудится уже 2900 дворников Ну, отмечаю, как всегда, свою любимую статистику Всего за неделю или за две Ирине Александровне удалось где-то отыскать 700 новых дворников У нее эта цифра постоянно калибрится То 3000, то 2900, то 2200 У нее прямо как на бирже меняется количество дворников Ну да ладно Далее с докладом выступила исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного строительства Минакова Любовь Викторовна Прекрасная Любовь Викторовна сообщила, что ДТП за минувшую неделю случилось 53 Пострадало в них 55 человек и о ужас погибло аж 12 человек за неделю Итого за 5 месяцев года погибло 135 человек на дорогах Башкирии Это на 33 человека больше, чем за аналогичный период минувшего года Смертность на дорогах Республики Башкортостан опять совершила очередной скачок Ну что впрочем неудивительно, учитывая ужасающее состояние дорог в Республике Но власти Республики Башкортостан тщательно избегают темы связи количества смертей в ДТП С количеством ям и всевозможных ужасных участков, которых у нас становится все больше и больше Ведь так можно и к выборам нарваться на какие-нибудь неприятные вопросы со стороны избирателей А чего вы нам дороги не делаете, у нас тут вся родня поубивалась в районе на этих дорогах Или как минимум поубивала свои оставшиеся от былых времен автомобили А вы вот куда-то там свои денежки тратите на Узбекистан и прочее увеселение Вот этот вопрос очень нежелателен сейчас для Ради Фаритовича Потому как-то вот обходит стороной всю эту статистику И даже Хабиров на этом совещании не стал ругать Минакову за вот такой резкий скачок смертности на дорогах Ну ерунда Ну давайте подождем до сентября Уж в октябре, как говорится, займемся и смертностью Был заслушан и краткий доклад министра сельского хозяйства Ильшата Илдусовича Фазрахманова о ходе сельхозработ в республике До недавнего времени это была очень тревожная тема Ильшат Илдусович сообщил, что посевная подходит к завершению И окончательно все посевные работы завершатся уже 10 июня На данный момент засеяно свыше 93% всех плановых площадей А по некоторым категориям культур сельского хозяйства эти планы даже перевыполнены Например, на 17% больше было посеяно площадей сахарной свеклы Судя по всему, паника, которая предшествовала всем вот этим победным реляциям Фазрахманова Была абсолютно преждевременная И, видимо, эта паника была пресечена администрацией Хабирова Потому что совсем ни к чему перед выборами Лето перед выборами и прочее И тут сеять панику, что у нас тут урожай не сеется, дорожает бензин Все это, как говорится, чушь собачья Давайте, Ильшат Илдусович, нам оптимистический доклад Ну и тут, как говорится, у нас его было Судя по всему, повторюсь, паника была преждевременной В целом, как говорится, отлегло Хабиров сдержанно поздравил Фазрахманова с успехом на полях Впрочем, тут мы сами понимаем, что осень нам покажет Ну, как сказалось, удорожание топлива Причем колоссальное удорожание топлива Семян, удобрений, всего-всего, что используется в сельском хозяйстве Как все это скажется на экономических итогах сельхозсектора региона Остается масса вопросов с хранением, с бытом зерна Ну, выкопаем мы это зерно, как говорится, скосим и пожнем Ну, куда девать-то? Потому что экспорт зерна из России практически сейчас разрушен Былые все цепочки разорваны, пытаются восстановить какие-то новые Но два предыдущих года мы осенью неизменно наблюдали гниющее на полях зерно А значит, это гниющие деньги, которые были вложены в сельское хозяйство Напомню, гигантские дотации были выделены государством То есть, а дотации, простите, это деньги, которые мы с вами в виде налогов Внесли в государственный бюджет И вот эти деньги каким-то образом, значит, гоняют потом на полях В общем, неоднозначная ситуация Но, тем не менее, Фазрахманов сделал очень оптимистический прогноз Не стану утомлять вас пересказом двух абсолютно пустых, на мой взгляд, докладов Которые последовали вслед за докладом министра сельского хозяйства Что-то там обсуждали про состояние различных аттракционов для развлечения детей О каких-то там перспективах потребительского рынка Хотя тема, конечно, потребительского рынка весьма животрепещущая Но звучала она в устах министра торговли Как какая-то безделица там Ну, занимается он там какой-то вот этой молочной кухней Хабиров, кстати говоря, потребовал его любимое детище Все больше и больше развивать И чтобы молочная кухня стала, как он выразился, флагманом Молочной промышленности Башкортостана Ну, в общем, этот бред я не буду пересказывать Отмечу, что завершил Хабиров оперативку Такой весьма настойчивой критикой того, как в ряде муниципалитетов Отвратительно организована торговля, которая ведется садоводами Со своих, как говорится, участков Ну, еще урожай еще не поспел А Радий Фаридович уже начал заботиться о своем ядерном электорате Потому что, ну, кто торгует огурчиками, помидорчиками и укропчиком со своих грядок Понятное дело, бабушки Самое низшее потребительское звено, которое выживает на свою нищенскую пенсию Хабиров видит в них поддержку, видимо, на своих выборах И о них очень яростно заботится Ну, что уж там мелочиться Радий Фаридович отметил, что места, которые выделили бабушкам, совсем не проходные Что там, как говорится, плохо торгуются Ну, правильно А давайте поставим лотки, вот эти стульчики, коробочки и прочие, значит, все вот эти вещи Прямо напротив, например, бутика Армания в торговом центре планеты Или напротив отделов, которые торгуют зловредной и, как говорится, бездуховной обувью из Западной Европы в торговом центре мега Как говорится, покажем бездуховным супостатам всю мощь российской продуктовой безопасности Пускай, как говорится, трепещут и цены на свои ботинки снижают Вот это был бы ход Но пока до этого не дошло, Хабиров требует, чтобы бабушкам предоставили более оптимальные и более, как говорится, сытные места Озабочен, дорогой Радий Фаридович, и состоянием дорог, например, в Кондрах Это Туймазинский район Потребовал от Минаковой экстренной помощи от Минтранса этому району И даже назвал дороги в Кондрах катастрофическими Вот так вот, дорогой Радий Фаридович, прямо заботится о своих избирателях Но, впрочем, как я и прогнозировал, помогать Хабиров намерен только тем, кто, как говорится, тихо сидит и не отсвечивает Не выступает, ничего не требует Например, жители Крамаскалинского района, которые на прошлой неделе разгневанные состоянием дорог в районе вышли на народный сход Помощи такой от Хабирова не получат Судя по всему, это было демонстративно Когда вот люди вышли и начали бузить, шуметь и что-то требовать Вот они этого не получат, этой помощи А вот вы сидели там тихо и получите в своих Кондрах пару грузовиков какого-нибудь щебня Вот такой вот подход у дорогого Радия Фаридовича Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова